Всем привет, братья и сёстры, на связи Отец Евген. Здорово, Отец. Добро пожаловать на новенький, свежий выпуск самых топовых новостей по Free Fire. Я приготовлю для вас порцию всего самого интересного, что произошло в нашей с вами игре за прошедшую неделю. Присаживайтесь поудобнее, прожимайте пальчик вверх и погнали смотреть. Сегодня в выпуске. Один миллиард скачиваний Free Fire в Google. Мой уход с Ютуба и почему с завтрашнего дня прекратят выходить мои стримы на канале. Чего, блядь? Блокировка одного из самых известных ютуберов в СНГ. Новенький инкубатор и стоит ли его выбивать? Подробный обзор третьего летнего пропуска, который нас ждет в августе. Новый официальный трейлер Free Fire Max и что следует ждать от новой версии игры. Это и многое другое обсудим прямо сейчас в свежем выпуске топовых новостей по Free Fire. Начать выпуск предлагаю с нового рекорда, который наша игра побила на этой неделе. Один миллиард скачиваний в Google Play. Просто вдумайтесь в эту цифру. Это примерно одна седьмая от всего населения нашей с вами планеты. И стоит также отметить, что данная цифра это исключительно скачивание в Google Play, без учета скачиваний в других магазинах, типа App Store, App Gallery или TapTap. Если же мы будем брать еще и эти все магазины, то скачивание, я уверен, перевалит уже за 2 миллиарда. Это просто жесть. Помимо того, что на этой неделе в игру снова добавилось 100500 новых донатных событий, вернули Скар Мегалодон, вернули старый инкубатор с тейгерами и рулетку с белоснежными крыльями. Также, наконец-то, зарелизировался и новый питомец. В одном из прошлых новостных выпусков я позволил себе назвать этого желтого цыпленком. Вы не подумайте, я в курсе, что это утенок. Кстати, довольно милый питомец сдается прямо сейчас за пополнение, вместе с эксклюзивным скином и эмоцией. Пишите в комментариях, как он вам. В сети также появились зарисовки возможного следующего питомца. Как сообщают датамайнеры, им сможет стать ниндзя-тигр, главным навыком которого будет сокращение времени действия навыков врагов с меткой человека на несколько процентов. То есть, используя этого тигра, ваши враги будут лишаться по факту своих способностей. Данная информация пока что на уровне предположений и слухов. Официального какого-то подтверждения не было. Но если такого питомца реально добавят в игру, то я думаю, это будет весьма неплохой навык, с которым будут играть многие турнирные игроки. На этой неделе один из самых популярных ютуберов СНГ, Трэшер, опубликовал видео, в котором рассказал, что его аккаунт получил теневой бан, якобы за подозрительную активность. Сам Трэшер говорит, что правила игры он не нарушал, и свой бан он получил не заслужен. В данный момент его аккаунт не может заходить не только в катки на рейтинге или ранки, но и во все остальные. Он может играть только в комнатах. Трэшер уже обратился к поддержке, и они занимаются решением данного вопроса. Проверяют, из-за чего на него были наложены такие санкции. А вообще, весьма странная на самом деле ситуация. Честно, вижу подобное впервые, чтобы человека ограничивали в поиске каток. По факту, ни за что. Пишите в комментариях, что думаете по этому поводу. Наконец-то зарелизился долгожданный инкубатор Ниндзя Стихии. Выбить новые наборы вы сможете до 8 августа. Стоит также отметить, что многие игроки на начале релиза жаловались на то, что в инкубаторе есть баг. Мол, он не дает чертежи. И честно вам скажу, у меня было ровно то же самое. Я задонатил 1000 алмазов и начал его крутить со скидкой в 50%. Никаких чертежей я не получил. За свои 1000 алмазов я получил лишь 7 камней эволюции. Что тоже неплохо, согласен. Но все-таки хотелось бы увидеть еще и чертежи. В целом инкубатор неплохой. По-моему это первый набор с такими анимациями. Лично я ничего подобного не припомню. Делитесь в комментариях, какой из 4 наборов в новом инкубаторе вы уже забрали. Какой из них вам нравится больше всего. Мне будет интересно почитать ваше мнение. Ну и конечно прожмите лайкос, если хотите забрать самый дорогой. В одном из своих новостных видео я уже говорил, что следующий пропуск, который выйдет в августе, будет одним из самых крутых пропусков в этом году. По моему личному мнению, это ярый претендент на звание лучшего пропуска 2021 года. Естественно, если сравнивать его с остальными. До уровня второго пропуска, хип-хоп, он конечно не дотягивает, но тоже весьма неплохой в необычном сеттинге. Я думаю самое время посмотреть, что же там будут за награды. Они все у вас прямо сейчас на экране. И пока вы их смотрите, не забудьте подписаться на канал, если до сих пор на него не подписаны. Ведь в самое ближайшее время я планирую выпускать для вас просто гору интереснейшего контента, которого нет ни у одного из других ютуберов по фрифайру. Поверьте мне на слово, ребят. Нет, ну я хоть раз вас вообще обманывал. И да, скоро на канале выходит масштабнейшее разоблачение. Бомба! Ролик уровня разъеба жабеночек. Поэтому, братьки, прожмите колокольчик. Видеоролик уже совсем скоро. На этой неделе вышел официальный новый трейлер, готовящийся к релизу на нашем регионе Free Fire Max. Честно, довольно неплохой видеоролик, который демонстрирует нам очень проработанную локацию на Бермудах, Клок Тауэр. И намекает на то, что в игре будут очень крутые новые спецэффекты. В тот момент, когда к релизу вот-вот готовится PUBG New State, это очень кстати. Естественно, это отрендеренный, вылезанный до мелочей синематик. Не геймплей. В игре все будет по итогу иначе. Но хочется верить, что Free Fire Max реально будет большим шагом в лучшую сторону. И она повлияет на то, что Free Fire станет еще популярнее. Потому что, будем честны, прямо сейчас игра переживает не самые лучшие свои времена. Игроки уходят по ряду различных причин, а наплых новых не особо-то и ощущается. Free Fire Max должна решить эту проблему. Именно эта версия игры принесет в нее глобальные изменения. Надеюсь, все у разработчиков получится. Пишите, ребята, в комментариях, ждете ли вы Free Fire Max или нет. И станет ли она намного круче, чем обычная Free Fire. Мне будет очень интересно почитать ваше мнение. Не обошлось на этой неделе и без новых сливов. Все то, что мне удалось найти на просторах интернета, и что будет ждать нас в самое ближайшее время в игре, прямо сейчас у вас на экранах. Поверьте на слово, все это, это уже точная проверенная инфа, а не просто какие-то глупые слухи или домыслы, которые в последнее время другие ютуберы по Free Fire вбрасывают своих видео без особого стеснения. Нет, ребят, не думайте, я не забыл. Конечно же, давайте прямо сейчас подведем итоги прошлого конкурса. Победитель, кому достается 500 алмазов от Ацгена, прямо сейчас у вас на экране. Поздравляю тебя, братик, с победой. Твой выигрыш я уже тебе отправил. Забирай скорее. А всех остальных участников прошу не расстраиваться, потому что новый конкурс стартует уже прямо сейчас. Аканул, как обычно, 500 алмазов. Условия те же самые. Подписочка на канал, колокольчик, лайк под видео и комментарий. Минимум из пяти слов со своим айдишником в конце. Утоги подведем в следующий воскресенье. Всем вам, ребят, желаю удачи. Ну и под конец видео давайте расскажу вам о, наверное, самой печальной для многих новости. С завтрашнего дня на моем канале Отец и Евген прекращают выходить стримы. Прошлый наш стрим был последний. Связано это с тем, что уже завтра, 19-го числа, я улетаю со своей невестой на отдых в солнечный Сочи, где проведу недельку и постараюсь расслабиться, потому что отдых нужен всем, как ни крути. Сразу после Сочи я отправляюсь по делам в Краснодар, далее на открытие нового проекта в Москву, потом в Тулу, затем увидеться с друзьями в Екатеринбург, а далее прямиком в свой родной город к родителям. Как сами понимаете, ребята, стримить при таком раскладе, когда ты постоянно в дороге, у тебя с собой нет вот этого вот рабочего места, просто не получится. Поэтому на то время, пока я буду в поездке, стримов от меня не ждите. Но будут выходить охренительные видеоролики. Очень много качественных охренительных роликов, часть из которых я уже для вас отснял, и в поездке буду их монтировать. Вообще на время моего отъезда контента планируется очень и очень много, просто какое-то безумное количество. Обещаю вам, что буду постить хотя бы 1-2 ролика в неделю. Несколько сюжетов, несколько шортсов, плюс постоянно буду радовать вас контентом в Инстаграме, в ТикТоке, в Телеграме, в группе ВКонтакте. Вообще везде. Поэтому подпишитесь на меня. Ссылочки на все мои проекты есть в описании. И, конечно же, самое главное. В этой поездке я собираюсь наконец-то обновить свое железо. Да, ребята, следующий мой стрим по приезду будет уже с нового компьютера, средства на которые мы с вами собирали на последних стримах. Конечно, полную сумму собрать не удалось. Мы собрали 80 тысяч рублей. Сам ком стоит около 150. Буду добавлять из своих. Но если вдруг кто-то хочет все еще мне помочь, в описании к видео я оставил ссылку на Donation Alerts. Мне будет очень приятно. Но нет, не думайте, я никого ни к чему не призываю. Комп я, будьте уверены, так и так куплю. Потому что хочу для вас сделать еще более качественный контент и охренительные стримы. Но от добровольной помощи я не откажусь. Как говорится, дают, бери. А если пиздец, то бери. На этом, ребятки, у меня все. Это были все самые топовые новости по Free Fire за прошедшую неделю. Очень надеюсь, что этот выпуск вам понравился. Если это так, обязательно прожмите пальчик вверх и напишите свой комментарий. Покажите свой крутой актив, чтобы я понял, что мои ролики вам нравятся. Ваша поддержка и актив это лучшая мотивация для меня. Так, так, стоп, погодите. Забыл совсем. Вероятнее всего, пока я буду в поездке, на следующей неделе топовые новости не выйдут. Но затем, уже на после следующей, они выйдут совершенно точно. Обещаю, кровь из носа сделаю. Даже если буду в гребаном лесу без интернета. Хотя в лесу, если, то, наверное, нет. Ай, блять, пиздец, я что-нибудь придумаю, я обязательно выпущу. С вами был отец Евген, любимый стример сына-подруги твоей мамы. Очень был рад видеть вас всех на этом видеоролике. Пожелайте мне, ребят, удачи в поездке и оставайтесь на связи. Пока. Алло! Алло, алло. Ребят, можете мне подсказать? Креатив в новостном ролике. Единственное, что мне в голову приходит, если съездить Сингапур в отдел разработки и сделать новостной ролик такой, это будет креативно. Но! Какой креатив может быть новостном ролике?